В разные исторические периоды появлялись различные модели отцовства. Одной из наиболее ранних моделей можно назвать модель, которую обозначают как традиционный отец. Данный тип предполагает, что отец в первую очередь заботится о пропитании семьи, о ее благосостоянии. Это отец-кормилец. Этот тип появился примерно в начале 19 века, может быть, несколько раньше. В дальнейшем он развивался, модернизировался. Также в рамках этого типа предполагается, что отец осуществляет утверждение родительской власти в семье, наказание детей. То есть он достаточно отграничен от практики заботы о детях. С течением времени появляются новые типы отцовства. Появляется, в частности, такой тип, как ответственное отцовство. О его появлении можно говорить примерно в 50-х годах XX века. Ответственный отец гораздо глубже включен в практике воспитания и заботы о детях, чем отец традиционный. Однако он все равно не на равных участвует в воспитании детей с матерью. Его доли участия в этих практиках значительно меньше. Ответственное отцовство появилось на Западе как ответ на желание женщин активнее участвовать в общественной жизни, активнее участвовать в рынке труда. В Советском Союзе существовали некоторые особенности. Если еще в царской России наиболее распространенным, доминирующим типом отцовства было традиционное отцовство, то революция и дальнейшее развитие советского общества сильно изменили этот процесс. Женщины были инициированы государством как работницы. В то же время была обеспечена широкая система различных поддержек для родителей. Пособия, организация детских садов очень широкой сети и так далее. В результате в Советском Союзе государство заменило отца. И отец оказался в каком-то смысле вытеснен из сферы родительства, из сферы семьи. Поэтому в Советском Союзе достаточно большое распространение приобрел еще один тип отцовства – отсутствующий отец. Этот тип отцовства предполагает, что не только то, что отца нет физически, возможно, номинально этот отец присутствует. Но он совершенно не включен в практике воспитания детей, в уход за детьми. Отсутствующий отец самореализуется в первую очередь на работе, а не в семье. Он не несет ответственности за семью, ответственность за семью несет государство и мать. В современной ситуации различные модели отцовства сосуществуют. Традиционная модель отцовства, модель ответственного отца, модель отсутствующего отца также имеют место. Новые отцы распространены пока значительно меньше. В основном это касается стран Лападной Европы, скандинавских стран. И даже там новые отцы не составляют большинство и их пока достаточно немного. Появился этот тип отцовства в первую очередь, наверное, как идеологическая концепция в конце 80-х, в 90-е годы. Предполагает, что отец на равных участвует в воспитании детей, в заботе о детях на равных с матерью. На сегодняшний день в России также существуют разные модели отцовства. Предпринимаются усилия различными общественными организациями и отчасти на государственном уровне по распространению ответственного отцовства. Важным инструментом поддержки отверственного отцовства является такая форма социальной работы, как папа-группа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok